Ребята, всем привет! В этом выпуске вы увидите одну из наших поездок в Лизавскую область. Артура тормознули. Это его дачка? Да, да, да. Че так нагло разговаривает? Я говорю, а вы че ночью не спите, блин? Я отбегаю. Еееее. Так мы охотимся на судака дочери. В общем, ребят, вот таких вот удалось в лыка спать взять. Че, у тебя есть вещи? И много всего интересного. Поехали. Пора переименовывать Александр Кондрашов в передачу СМАК на природе. В этом выпуске вы увидите жареный судак на гриле. Сосиски жареные на гриле. Стейки на гриле. Ребра свиные. И грибной суп. Настя, че делаешь? Миш? Это мне не знаю. Залазил? Пока все. А где багажник? Где багажник? Вот это багажник. Ты понимаешь, для чего нужен грузак? Для чего эта машина вообще создавалась? Все правильно, Санька, чтобы стоять в гараже. Блин. Давай, Миш, че? Баллон берем газовый? Нет. А че берем? Вот эти штуки. Где стол? Там где-то. Ну мне грустно, ты опять уезжаешь. Знаешь, мы прокомментируем ситуацию. Да вы надоели. Че, мы первый раз едем в этом году. Вы надоели уже. Передаю всем подписчикам привет от Кати Стюхи. Костюха недовольна ситуацией. Очень недовольна ситуацией. Почему? В выходные, а вы уезжаете. Сегодня четверг, Нафь. То в Астрахань, то куда там вы еще увлеклись. Сегодня четверг, Нафь. Хорошо. Вы приедете когда? В субботу. Вы нам обманываете, нас говорите, что вы приедете. Да в субботу мы приедем. Настя, вылези из машины. Настя, мы на самом деле тебя просто развели, иди. Мы с Мишаней уезжаем. Настя, ты че, серьезно с нами ходишь? Дома скучно, да? Возьми, да пусть мне комары покусают. Ну поехали, а хочешь? Хочу. Ну на крючаки тогда едем. Видишь, как пацаны отреагируют? Вот так. Выходи. Все, Настя, мы погнали. Выходи, говорю. Настя, ну уже все устали, они хотят по подводной охоте смотреть, а смотрят про тебя, блин. Все, парни, теперь мы с вами. Теперь можно ехать. Настоящие мужики. Ребят, мы приехали перегружаться в машину. Как думаете, влезет ли вот все, что там есть? Да все, Андрюха, открывай. Что, у тебя есть вещи? Все? Все нам нужно положить вот сюда, да? Вот сюда вот. Давай открывай, что, анбоксинг делай. Ребят, угадайте, какой цвет. Пишем в комментарии до того, как распаковали, какого цвета он будет. Смотри, здесь лобстеры лежат. Давай попробуем раков, если наловим, нахерачить. Мне кажется, прикольно будет. Интересно, можно раков готовить на гриле? Сейчас мы будем ребра делать. Ребра? Ты ребра взял? Нет, купим. У тебя гламурные, да? Вообще, кстати, черный цвет намного круче мне, чем синий. Мне даже больше нравится. Ребят, вы раскупили все синие, пришлось Мишу подгонять черный. Сейчас чувствую, черные все раскупятся. Штуковина вообще классная. Учитывая, что мы практически каждый выходной ездим на природу, там наши руки жарим, это просто супер подарок, Анек. Спасибо, я дождался! Прошло примерно 2 часа, мы до сих пор не выехали, собираемся. Миш, что скажешь? Меняю Бэху на выходные на Крузак. Да, в Крузачало мы обзалезли давно. Я отбегаю. Красава! Вот такой вот у нас получился комплект. Три человека и все в снаряге. Артура тормознули. Это его тачка? Да, да, да. Да, вот он у нас стоит. Ну что? Поедем нормально, а корячили на 500 рублей. А за что? Хотели на 5000 или, говорят, 12 месяцев лишения, а вы успели, Саш, нырнуть? А я сплошную пересек. И тут же на хвост сели. Откуда они взялись вообще? Я говорю, ребят, давайте как-то попроще на эти вещи смотреть. Вы что, баба вам мало? Они хер с тобой. Ладно, говорит, что так нагло разговаривать? Я говорю, а вы что ночью не спите, блин? Ну нормально все смешно. Давай, ладно, поехали. Поехали на охоту. Вообще нормально приболтал играть. Вы что, собаки? Ночью не спится вам. Что, ребят, до финишной прямой осталось буквально несколько сотен метров. Кто узнал местность, пишите в комментариях. Во рту, ты наш спаситель. Кто-то из чипушила стоил у меня. Чипушила? Какая-то чипушила, да? Ага. Курила сидела. Зажигалась-то забыла. Молодец, какая-то спасла нас. Красота какая. О, нифига себе. Кого грабануло, говорю честно? На рынке зверей. Что это такое? Это вот подписчик у меня делает. Сказал Санеку, сделай обзор. Причем он делает много разных. Под ружье мне под морское сделать. Это не все. Вот и что, ребят. Смотри, как удобно у нее здесь все. А вот здесь что? Ну там, ну открой, посмотри. Да, все разные. А, ну камеры, понятно. Ну, я тебе так скажу. В целом неплохо, но занимает очень много места. Да, в машине удобно. Если в этой машине, если прилетать куда-то, в машине нормально. Сложил все, лежит дома. Хорошо, удобно. Полетел все, пипец. Да, для полета, конечно, другая. Артур, держи. Это произведение искусства тебе. Открывай. Спасибо, Сань, большое. Что это, как думаешь? Пока ничего не могу сказать. Ну, скрывай. О, смотри, моя школа. Зубы камеру взял. Она тебе пригодится завтра. Это питомца для раков. Короче, когда в воду погружаешься, с собой его берешь. Да, раков сюда складываешь. Сюда складываешь раков. Это очень крутая штука. Вот видишь, это сделано из кордуры новой. Вот открой ее. Она там титановая какая-то. Видишь? А, вот она такая плотная очень. Самое главное, что здесь вот эта сеточка, которая вот у меня начала ломаться со временем. И он сделал другую резку лазерную. Видишь, она не должна ломаться теперь. Спасибо, Сань. Постараюсь вас не подвести. Завтра раков наберем. Завтра раков даем. Хоть одного постарай, чтоб здесь оказалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой трофей, что показывать стыдно. Давай. Не, ну что, щучку взяли, он сейчас покажет. Я, короче, ребят, стрелял, ну вы видите в видео, в маленькую щуку, а попал в пень. И сломал гарпун. В тенёк убрал? Пусть отдыхает, да? В тенёк. От луны. Сейчас пойду поныряю, почищу. Пусть она чищенная лежит. Завтра можно будет на гриле её попробовать приготовить. А её можно пока на кулкан повесить и в воду. Она живая. Она в воде быстрее сдохнет. Она не живая, она сдохнет. Красава. Где ты их настрелял? Я вообще ничего не видел. Ты серьёзно, что ли? Ты видел, где меня обогнал? Да. Там нормально бревен наваленные. И в брёвнах стоят. Ну а чё? Ёбать здорово. Да это маленькие. Ёбать маленькие. Мы таких не ловили, на блесне даже. 1,5 максимум, наверное. Так, слушай, Андрюх, я пошёл, пойдём. Пойдём. А это судак. А оба судаки. А ты думал кто? Бесит? Бешит, да. Слушай, на жарёх то хватит, что-то нагревает. Я поэтому не стал. Конечно. Ну что? Я всё-таки нашёл его. Знаешь, как он красавец. Сперва сюда шёл. Ну что, я всё-таки нашёл его. Знаешь, как он красавец. В общем, ребят, вот таких вот удалось клыкастых взять ночью. Их было много. Мы взяли всего два часа. Внутри, потому что... Покушать. Покушать, да. И у нас нет холодильника, а мы на два дня. Мы их сейчас замаринуем и с утра приготовим. На гриле попробуем, что это такое. Жареные судаки. Всё-таки не зря мы... Свежак. Ехали столько времени сюда. Можно, кстати, будет смотреть немножко. В общем, ребят, обеспечили себя вкусным обедом, ужином и уходим. Ну что, когда последний раз встречали рассвет на берегу реки? Напишите в комментариях. Мне кажется, в этом моменте есть какая-то магия. Может быть, от предков нам досталось, когда они видели солнце, они радовались. Но мы на подсознании, наверное, скорее всего, это чувствуем. Но вот сейчас уже спать абсолютно не хочется, хотя мы всю ночь ехали. А время 3.33. Смотрите. Теперь себя надо заставить поспать, потому что завтра мы хотим переехать на ещё одно место, где есть раки. Соберём раков, сварим. Соберём раков, сварим. Соберём раков, сварим. Но воблер на блесну здесь. Слушай, отрезку каждый раз подвязываешь, да? Всегда, да. А это шнур плетёный, я лесками не ловлю. Все, по-моему, от лесок уже ушли. Да. Только на море, по-моему, леской ловят. Нет, там тоже плетёнка. Если дорогая, а если на марлина, то они плетёнку тоже используют. Я вот сегодня смотрел как раз передачу. Голубого танца ловят по 400 килограммам. Там мононить. Артур, давай быстрее, крови мало осталось. Ещё могу минут пять постоять максимум. Понимали, сколько комаров, вот. Она на дне. Ребят, чтобы вы понимали, сколько комаров. На воду только такая фигня. Всем доброе утро. Пара вставать. За бортом, наверное, градусов 30. Доброго всем рязанского утра, да? Нетругаякского, мишня. Да. Позрак хороший. Это самая ништяка на утро, да? Ну-ка, спикниковая тарелка. Как бы выходим на связь с базой. На оке, когда на рыбалку идут, сами все всегда просят судака поймать, принести. Ни щуку, ни какую там либо рыбу другую. Когда на Мадагаскар едешь? Сентябрь, октябрь, не раньше. Да, кстати, у Артура есть свой канал, кто не видел путешествия Артурия. Он постоянно по полгода живёт в Таиланде, снимает там, как ты их называешь? Девушек лёгкого поведения. Девушек лёгкого поведения. И тяжёлого тоже, если срастается. Да, в общем, интересный контент. Переходите, подписывайтесь. Я, кстати, Артуру помогаю с каналом. И ещё Артур хочет разыграть три айфона. Да, буду разыгрывать. Но это будет осенью, вы пока подготавливайтесь. Миш, ты готовить вообще умеешь? Вообще я первый раз на деле готовлю судака. Итак, сегодня с нами Миша Русик. Миша Русик. Эй, не той стороной. Почему? Кожей. Ой, какие они смачные. Миш, делайте дрова ещё, давай на костре. Кирпичики поставим. Сначала найдём кирпичики, потом дровишек, потом зажигалку, потом рожек и всё у нас будет в порядке. В этом вся заготовка закинула, крышку закрыла. Больше ничего делать не надо. Миша, ну что, наслаждение готовить? Вообще одно удовольствие. Я знаю, что ты будешь юзать больше всех этот гриль. Почти что каждый выходной. У Мишани что не фотографии в инстаграм, так как он сидит на берегу и жарит шашлык. К слову, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм. Там всегда интересные новости, путешествия, приключения. Что, время завтрака? Настоящий завтрак подводных охотников. Судак, Миш, как называется? Судак на гриле? Стейки судака на гриле. Огонь. В общем, ребят, рыба супер топовая. Еще бы судачало. Ставить ссылку на сумки подписчика Вот на такие Кому интересно, переходите Смотрите, вещь классная Миш, смотри Рязанские Вот это жир Как будто прямо на спецзадание Миш, давай, расскажи, как запаковывать правильно Раньше я спальник пытался вот так вот складывать Потом скручивать, запихивать его в чехол Оказывается, это все полная херня Просто делаем вот так И это более правильно Да, и это, как оказалось, более правильно Еще мне, кстати, недавно рассказал, товарищ мой Хранить спальники надо не Вот в этих компрессионных мешках А разложенные в каком-нибудь шкафу или пространстве Чтобы он не был скомканный Потому что он теряет свои свойства Две секунды дел Ну, спальник сложен Мы решили тормознуть Увидели много машин возле обочины стоит И решили пойти посмотреть грибы Миша уже что-то нашел, Миша Муравейник Он даже не цветастый какой-то, да? Подосиновик Подосиновик Красава, давай выкручивай Огонь, бери Смотри какой, прямо только вылез Слушай, но грибы есть Прикольно Андрюх, мы нашли! Ну, вернее, Миша нашел Слушай, 50 сглазастый Блин, я его даже отсюда не вижу Пипец мелкий Он прямо свеженький, только только вылез Вот из таких варить суп, жарить Огонь, да Царство муравьи Красные муравьи Наконец-то и мне немножко повезло Я нашел тоже подосиновики Вот они не только-только прорастают Касают Ну, честно говоря, мы искали белые Но подосиновики тоже вкусные грибы Мы на подножном корме, так сказать Сейчас еще раков наберем, сварим суп Классно проведем время на природе Температура, кстати, 30 градусов Я удивляюсь, что вообще в такую погоду Растут хоть какие-то грибы У меня больше Смотри какие красавчики Один к одному вообще Ну че, на суп набрали, да? Да, сейчас сварим супчик И вон Андрюху И вон Андрюхе, смотри какие красивые Красава, Андрюха Давайте какое-нибудь это сложим У меня футболка все в говне уже Ну че, неплохо, я считаю Смотри, они такие все маленькие, ровненькие Хрустящие Вообще, я прям представляю Уже эти свеженькие Да Типеньки толстые лежат, вот срезанные вообще Ребят, запомните этот бар Самое лучшее место с 17 до 2 часов ночи А Рязанская область в Талиаджоу Здравствуйте Здравствуйте Как у вас дела? Лучше всех О, как будто я к бабушке приехал Такой же запах А вы умеете суп из грибов делать? Нет А как вам делается? Просто варятся грибы, картошка, лук и все, все в одно или как? Последователь скажите Сейчас скажу Грибы поварить Какие грибочки? Подосиновики Подосиновики Да Попарите их минут 40 40 минут варим Да Сливаем воду, да, потом? Да Потом еще водой залейте Посолите по вкусу Ну, соль по вкусу что Вот Картошечки Ну, картошка, сколько она у вас поварится? Сколько? Минут 15 Кусочки маленькие порежьте Ну, ловушечки бросите Морковка, да? Морковка Ну, мы пережарим Вы на речке А как вас зовут? Татьяна Татьяна, вы нам очень понравились, что вы хоть одна тут общительная женщина А то с нами никто не общается А мы все время Все злые какие А вы местные, вы здесь живете, да? Всю жизнь? Ну, я живу давно и только 30 лет работаю А что у вас тут вообще интересного происходит? Расскажите нам Про местную жизнь Плохо стало Плохо, да? А есть это молодежь? С демушкой не спокойно познакомлюсь Считай, все разъехали Просто и туда, и туда Да не, давай здесь вот нормально Давай, красотка Отправляем Артура в бой Сейчас посмотрим, есть ли раки Найдет ли он что-нибудь Заодно испытает новую питонзу Как в басне Однажды лебит раком Да, да, да Десять минут И у нас поставлен полностью лагерь Андрюха, а ты что делаешь? Все равно горячее Что ты поваришь? Ребра, которые ты не хочешь Сины, да? Да С имбирем С бадьяном С лучком Как это называется, ребра? Ребра в карамельной глазури будут Серьезно? А, детка, милю возьмешь? Стою Настя, ты шеф-повар просто Но пахнет уже вкусно Ты питонзу взял? Вот, конечно Этот за пояс, да А этот за ногу Ты его сократи максимально Но мне так удобнее Хочешь, можешь на шею повесить И на грудь его Как водичка? Холодная? Поэтому я и здесь Пока все готовят Я уже буду есть Потому что У тебя есть грильцы Самое незамороченное изобретение человечества Ну что? Ни одного рака не видел? Сань Вода как кисель цветом Ну что, не видно? Я ни в одном месте на не увидал Ни разу сколько проплыл Так нырять надо Выдыхаешь У тебя трубка очищается И ты дышишь через трубку Вот учись Вот здесь прямо рядышком Сейчас мы это все выпарим Сделаем из этого карамель Обмажем этим ребра Потом уже пожарим Вот я в Японии спрашивал у японцев Которые долгожители Что они едят Не в рацион Это морепродукты И свинина Которая 6-7 часов Варится Это как раз тот случай Когда солдат спит А служба идет Просто сидим кайфуем Все, практически автоматически у нас готовится Ой, было бы в России лето Месяцев 7 хотя бы Но 3 реально мало Уже конец лета Технология Игоря Лизанца Одну храню уже на прошли Я беру Песочек Разраблял Отличный 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 Соус Как он пахнет Вкусно Парни, есть раки? Мало Круто! Вот парни просто с маской, трубкой Без гидрокостюма Вода достаточно теплая Сейчас собирают раков При этом днем Мы полезем с фонарями Поэтому сегодня ночью будем кушать Раков Варим суп Смотрим видосики Ждем, когда потемнее И знаете, что я вам скажу? Сегодня пятница И мы встали в таком месте, куда скорее всего никто не приедет Хотя мы на этом водоеме постоянно охотимся Но вот там, где мы стоим Там очень много людей всегда Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, я вылез первый Вот такие членистоногие Набрал раков очень много на самом деле Очень много мелкого Такого полного Можно в ведро За пять минут набрать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально набрал Побольше меня, наверное, Даша Ну, примерно столько же А, смотри, у тебя один здоровый есть У меня один вот гигантский Вот на ряде Хорош О, хорош Вот два таких А вот еще один здоровый Угу Вот раньше всегда такие были Ну, вот это вот вообще Как я такое нас убирал? Вообще надо выпускать Вот это вот В общем, Андрюха еще не вылез Посмотрим утром, что поймал Андрюха Честно говоря, всю ночь не спали Прошлое Ныряли Сейчас тоже Уже час ночи практически Надо поспать Время 9 утра, ребят Айда купаться Прям вот здесь, да? Ну, вот От пляза сюда О, нормально ты набрал Пойдем Сфоткаем Улов На душе Чтобы вы понимали, кто настоящий подводный охотник здесь Из нас всех Он лежит Пойду покажу Очень мелкий рак Будем искать крупное что-нибудь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сраков очень много Все находятся на глубине где-то 4-5 метров Очень крупный сидит в норах Или рядом с норами На глубине Ну, можно, в принципе, и под кустами дойти Обязательно подписывайтесь на канал Ставьте лайки И колокольчики Чтобы не пропустить новые выпуски А я погнал дальше дырять Увидимся у вас в конце ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, чуть-чуть совсем Ну как? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально так немножко Давай крупных показывай Ну вот есть, например, очень крупные Но кляшни у него только растет и начали А почему так интересно? Ну потому что он сбросил с себя панцирь Да, такие среденькие, но нормально таких Нормальные, но не многое Кстати... Сапнул Не, самцы не больно вообще кусаются Вот самки Ёпта Или у него просто слабый Влад Крестня Ребят, смотрите, что бывает Миша, расскажи, как произошло Сие ДТП, блин Карбоновые лопасти сломать практически невозможно Какие ситуации бывают, когда тебя друг толкает на берегу И ты в ластах падаешь? Ну, а у тебя как случилось? А? Миша, как ты мог мои ласты? Именно так Ты понимаешь, что это подарок Олега И я в них проплавал 10 лет Чего ты в них проплавал? Ну, мы лопать ставим Главное правило на природе Это уберите за собой срач Ну, еще и за другими можете убрать Оставлять можно только вот такой мусор Типа яблоки, всю органику Все остальное забирайте с собой Или сжигайте, или прикапывайте Потому что после вас приедут люди А после этих людей Возможно, приедете вы обратно У нас осталось немного продуктов Сейчас покажу, что можно с ними сделать Можно позвать местных ребят Парни, здорово! Вы откуда? Местные здесь живете? Ютуб смотрите? Да Красавы Что, вот у нас супчик Ситуация, когда забыли был ореш Вроде неплохо получилось Ложки нет, не шевел У Санька тарелки нет, но он в крышке Ребята, всем приятного аппетита Спасибо, что смотрели Если понравилось, ставьте лайки На этом у нас все Всем удачи и пока! Ууууу! Субтитры сделал DimaTorzok